Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Драй, сигнал и связи. Всем здорова. Я тут за компьютером сижу, смотрю материал на следующие блоги про путешествия. Я тут недавно дарил подарок на 8 марта. И это были билеты в Прагу. Я попросил девочек поснимать влог оттуда. Я еще не видел ничего, мне интересно будет глянуть. Это, так скажем, их видение. У меня там влог из Праги есть. Вот, я попросил девочек снять, посмотрю. Может быть там, типа, прикольно. И, может быть, будет даже как-нибудь отдельный видосик. Че? Че, посмотрели Гонконг? Как вам Гонконг? Как вам вообще подобный формат? Что думаете? А? Что скажете? Мне интересно. Классный влог. Привет. Я жду очень, надеюсь, что вы там что-нибудь пишете конструктивно. В пятницу будет влог пиздатый очень. Классный. Зарабатывай на Рокс Казино и получай гарантированно быстрые выплаты. Только здесь лицензионные слоты и огромный бонус на первый депозит 100 тысяч рублей. Оперативная поддержка 24 часа в сутки. Теперь это идеальное казино, посетив которое, можно не только замечательно развлечься, но и выиграть крупную денежную сумму. Скорее приступай к лучшим игровым автоматам и наслаждайтесь высоким качеством сервиса. Ссылка в описании. А во вторник влог с Бали. И потом в другую пятницу еще пиздатый было. Мы сейчас на всякий случай монтируем так, чтобы у нас заранее лежало, чтобы в последний день не доделывать все. Делаем так, чтобы заранее лежало. Вот такая хуйня. На днях еще улетаю. Недавно психанул и повесил ЛДЖС. Братишка. Психанул и взял билеты в Италию. Не сложно выкладывать два влога в неделю? Ну мы их укоротили, они теперь будут по 14 минут. И за счет этого чуть попроще. Плюс я немножко переделываю концепцию. Ой, обожаю съемки в темноте на свою камеру. ФПС ебется, посмотрите. Как медленно все. Типа... Да, жалко, конечно, что она нормально втянуть, тебя снимать не может. Че думаете вообще вот добавить или убрать влоги из путешествий? Че там не хватает? Че... Ну, ну, есть че сказать вообще? Блять, не ловно. Есть че сказать? Блять. А то я, блять, в комментах ничего толком не увидел. Там все пишут панчлайны. Я заебался. Сегодня читать комментарии, если честно. Вот, сейчас чуваков еще попросил помочь мне в этом плане. Сейчас еще до чуваков доеду. Будем вместе отбирать лучший панчлайн в комментариях под влогом. Это оказалось сложнее, чем я думал. Пусть только они будут полю. Полюшка, полю! Вот это ты имеешь влюх. Ух ты. Заболела не меня. Выздоравливаю уже потихоньку. Делориан, репите. Спасибо за офигенные соня. Не за что. Офигенные соня, действительно. Зорей усы. Знаешь татарский? Нет. Я никак вообще не связан с Татарстаном абсолютно. И с татарами. Простите, пожалуйста, если я оскорбил чьи-то татарские чувства. Чуваки, кто хоть раз еще напишет усики-трусики, тот тупой долбоеб. Придумайте что-нибудь оригинальное. Это просто пиздец. Вы похожи на стадо несмешных уебков. Прям как клик-клак. Типа. Ну, ну, камон, но... Проявите оригинальность. Усики, пропуск в трусики. Вот. Есть усы, значит, у тебя есть проход в усы. Вот это хорошо. Вот это прекрасно. А про усики... Господи, если вы увидите один хотя бы где-то комментарий про усики, пропуск в трусики, начинайте уничтожать этого человека. Ладно, я не призываю вас к кибербуллингу. Просто знайте, что он не смешной долбоеб. Усики, пропуск в трусики. Ха-ха-ха-ха. О! Кошмар. Усо, блядь, как на мохнатке твоей мамы. Да, спасибо. Мне очень приятно, что ты видел. Что ты видел это, типа... Мама все-таки человек в возрасте. И если вот ты, молодой, свежий, интересовался, очень приятно. Очень приятно, что моя мама может заинтересовать такого молодого подростка, как ты. Мама все-таки, молодой, свежий, интересовался, очень приятно. Кто-то обладает. Да, да, да. Кенни, кенни. Прикольно, прикольно. Че у тебя с ногами все норм? Пока да! Не, ноги у меня вообще самая здоровая хуйняная, которая может быть. Сопли, сопли бесят, сопли. А знаете еще что, типа, стрёмно? Когда у тебя усики ебаные, ты сморкаешься, и это очень неприятно, типа... Ну, понимаете, да? Каждый раз, когда будете видеть человека с усами, подумайте о том, как он сморкается. Видел клип СМЧ? Да, видел клип Руслана. Мне не очень понравилось, потому что, ну, типа, тематика, она... Ну, непонятно к чему, зачем вообще, типа... Опять какой-то блогер-рэп про блога-рэп, грубо говоря. Типа, не знаю. Я бы с удовольствием послушал что-нибудь, ну, другое, не в этом направлении. Что-нибудь со смыслом, наверное. А здесь рэп о том, какой-то... Ну, то есть, это обслуженная тема и нами, и им самим, и любым блогерам, типа. Это уже... Ну, это неинтересно, вот мое мнение. Но я с удовольствием бы послушал бы от Руслана что-нибудь интересное, типа. Ну, и... Ну, и он развивается, в любом случае. Писать чуть-чуть получше стал. Это хорошо. Это респект. Но мне в любом случае, ну, то есть, типа, все равно не нравится. У нас... У нас просто, ну, типа, приятельские отношения были. Мы поддерживали там друг друга. Но, как бы... Мне вообще никто из блогеров, как музыкант, не симпатизирует. Ну, Кашин талантливый. Типа, именно в написании музла. То, что он исполняет, ну, мне не очень нравится. Моргенштерн, хорош. Там мне нравится, что он там с музлом делает, как он исполняет. Но мне у Алишера текстовая составляющая не нравится. Но мы об этом говорили. У него творчество направлено на слушабельность. На звучание, а не на текст. Если что, это обычная бутылка 0,5. Просто я очень маленький. Так, я комменты смотрю. Ничего интересного. Серьезно, ничего не интересного. Ладно тогда. Все, давайте. До свидания. Пока. Было очень интересно. Спасибо за такие интересные комментарии. Вы лучшая публика. Очень вы интересные вопросы задаете. И вообще приятно с вами общаться. Спасибо. Все, йоу. Хорошего вечера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.